Мороз и солнце! День чудесный! Чего ж ты дремлешь, друг прелестный? Давай, красавица, вставай! Поехали! Давай, вставай! Над рекою отпускай в горах мыслей и узнай Там, где птицы спорят с ветром, светлая печаль Итак, друзья мои, сегодня хороший солнечный морозный денёк, но я специально встал в тень, чтобы свет не менялся и в камере не приходилось ничего перестраивать И сегодня у нас техно-обзор И сегодня мы обозреваем, что, как бы вы думали Мой новый супер телефон Samsung Galaxy S10 Plus Короче, пару слов перед тем, как мы придём к самому главному А к чему? Конечно же, к тестам камеры Для чего я брал этот Samsung? Для того, чтобы у меня была крутая камера в кармане Когда я буду ездить с концертами своей группой Vukont С музыкальной мы хэви-метал играем Если что, слушай песни, подписывайся на канал, ставь лайки Таскать с собой большой Canon камеру, на которой сейчас я снимаю данный ролик С объективом ещё больше, чем камера 16-35 мм Этот дорогущий, огромнейший объектив Очень крутой Но при всём при этом на поездках на таких, на гастролях Хочется себя разгрузить Не таскать с собой эту большую дуру, которая снимает Конечно же, просто замечательно и прекрасно Но хотелось бы, конечно, с собой иметь что-то такое Что тебя не напрягало Чтобы ты мог ходить, взять кам-кофе, кроссанчик какой-нибудь И захотелось что-то поснимать Тебе не нужно всё это микрофоны нацеплять на себя В общем, достаточно тяжёлая штука эта Canon И, естественно, я давно-давно мечтал купить себе крутой смартфон На котором камера будет всегда охеренно отрабатывать всё просто, ну, видео Фотки мне не так важны, сами знаете Мне как видеографу важна была съёмка, именно видео Почему я так долго не покупал себе смартфон? Казалось бы, год за годом технологии улучшаются Но хорошо камера отрабатывает только у флагманов, у смартфонов Видео отрабатывает Фотки уже снимают классные дешёвые китайцы Но видео отрабатывают, конечно, только флагманы И то не все И, естественно, самым главным по видеосъёмке всегда являлся Apple Фирма Apple с своими айфонами дурацкими Я фирму Apple на дух не переношу Но до этого я ходил с Apple смартфоном Он был старенький, 4S, тем не менее Там я не менял его, потому что мне не хотелось снова Apple А смартфонов Android, которые могли бы конкурировать с Apple, не было Поэтому я долго ждал, смотрел обзоры год за годом Когда Android приблизится к Apple, чтобы я наконец-то взял себе смартфон И перестал ездить в дальние поездки с камерой И вот как-то пришёл я в магазин снова щупать смартфоны, смотреть, включать Сейчас вы знаете, в любой магазин, практически в любой вот эти большие магазины техники Можно прийти, и там все смартфоны будут на резиночке Ты можешь его потрогать, пощупать, включить камеру, поснимать себя И это будет самым главным твоим цензором Нежели там какие-то блогеры на YouTube будут, о чём-то тебе рассказывают Ты пришёл, сам всё пощупал В один из таких моментов я где-то пару месяцев назад Я пришёл в магазин и снова там появились вот эти новые Apple смартфоны 11 11 Apple 11 Max И я начал снова перещупывать всё Huawei там всё щупал У всех камеры снова хуже, хуже Добрался наконец-то до Samsung Смотрю, бах, включаю камеру, ничем не хуже Вот прям ничем не хуже, я такой удивился Себяшечку поснимал Фронтальную камеру, основную камеру поюзал Всё зашибись выглядит Я такой, да ладно И дохожу до Apple, до нового Apple Max Вот этот самый дорогой Apple Он снимает в принципе точно так же Ну, по крайней мере вот визуально То, что отображается на экране И он сам по себе неприятен Вот на ощупь Он просто большой какой-то, широкий, неудобный Этот прям Samsung взял Galaxy свой 10 Он прям в руке лежит, как влитой Samsung, естественно, ничего не проплатил Я просто делаю это на безвозмездных щах Просто хочется рассказать вам о главной своей радости Совсем скоро мы перейдём уже к тестам камеры К самому главному, что у нас сейчас здесь Сейчас небольшая такая вводная часть Потом я тайминг сделаю, чтобы вам указать всю эту говорильню Когда тесты камеры начинаются Чтобы вы, кому не интересно, всё вот это бла-бла Моё не слушать Могло бы это прокрутить Ребятки мои Ребятушки, как говорит один блогер на канале всё время Да, ребятушки Сколько прошло уже времени Не знаю, месяца два, наверное Прошло, как у меня этот смартфон Смартфон Samsung Galaxy S10 Plus И каждый раз, беря его в руки Не проходит до сих пор ощущение радости Вот ты берёшь его в руку И тебе хорошо прям сразу Ты ещё его не включил, ничего не сделал Просто вот он в руке Он такой охеренный Что я не знаю просто, как это описать Apple, я говорю, в руках держал Я очень долго не хотел покупать Потому что Apple лучше всех видео снимает Но вот он меня раздражает В чём плох Apple? В том, что он, ну... Это осложняет тебе жизнь Это постоянный геморрой Тебе нужно скачать Установить на будильник Или на звонок телефона Какую-то новую мелодию Тебе нужно лезть за обзорами в интернет Потому что там нельзя просто взять И закачать файл к себе Там всё это хитро происходит Формат файла нужно менять Чтобы на звонок себе поставить То есть это геморрой просто вот такой Решил закачать песенку себе? Тоже нельзя Ты подключаешь iTunes Это там непонятный интерфейс этот Короче, каждый раз Это боль Головная боль Это типа Мы заботимся о вашей безопасности Apple Это херня полнейшая Не будьте просто жопоруком Чтобы вас телефон крали у вас И всё будет у вас прекрасно В Android смартфонах всё прекрасно Ты подключаешь его к компьютеру Через USB Выделяешь на компьютере нужные файлы мышки Просто перетаскиваешь их И ничего не надо тебе делать Как меня бесило в Apple То, что нельзя так сделать Я очень долго ходил Не хотел менять просто на какой-то посредственный Свой 4S телефон Потому что хотелось взять сразу Чтобы это снимало просто видео Круто снимало видео Но не хотел снова Apple Поэтому я всё ждал-ждал И вот, наконец-то дождался Ну что ж, друзья мои Давайте приступим к тесту видеокамеры Мы ролик будем всё в 4К В 30 кадров 60 кадров мы снимать Тоже будем Но при рендере всё равно Это будет 4К 30 кадров И Full HD будет превращаться в 4К Просто сегодня я на телефон буду И Full HD 4К снимать И чтобы разницу вам показать Мне придётся ролик общий делать в 4К Что-то приходится с чем-то мириться С частотой кадров Или с разрешением Что-то нужно выбирать Поэтому что-то такое выберем На среднее Всё, погнали Тест камер Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Так, вот так вот это выглядит Субтитры подогнал «Симон» 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 Поэтому, мы снимаем сейчас на камеру Стараемся не трясти Потому что без стабилизации у нас идет Обычная камера Широкий угол Прекрасно все выглядит Так, если вот так вот сделать Не изгибается по краям Ствол дерева не изгибается Тест фронтальной камеры на тряску при ходьбе 4К 4к прошлый неправильно был держу на одной руке без стабилизации на фронтальную камеру нет стабилизации тест на тряску при ходьбе full hd держу на вытянутой руке просто и иду видеозапись бомбическим эффектом живой фокус когда сзади идет размытие фона с ума сойти красиво как выглядит как будто на дорогую камеру снимаешь и очень красиво очень красивый и фотки получаются красивые и видео получаются красивые full hd снимаем замедленная съемка бам а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что переходить на ручные настройки Наверное нужно, но в каких-то особенных случаях Итак, друзья мои, рассказывать все остальные технические характеристики Мне особо не интересно, потому что самое главное для меня это была камера у этого красавца И о ней я вам доходчиво рассказал в примерах Единственное, расскажу сейчас по-быстренькому бегло о самих камер Во фронтальной два модуля камеры Один на 10 мегапикселей, второй на 8, чтобы красивенько размывать фото Но даже на 10 мегапикселей получается охереть, как круто все снимать Ну, вы видели по тестам Здесь, с этой стороны, три модуля камеры Телевик на 12 мегапикселей Основная камера на 16 мегапикселей И на 12 широкий угол камера Все они снимают охеренно и замечательно Какие у меня претензии есть к Samsung Ультразвуковой отпечаток пальца Сканер отпечатка пальца Он срабатывает не очень Прям я его отключил и больше к нему не возвращался Разблокировка по лицу В светлое время, в хорошее работает замечательно В темном, в сумерках таких уже плохо работает То есть там я тоже ее отключил И старый добрый пин-код То есть можно пароль, можно пин-код Можно там этой стрелочкой, можно пальцем Можно лицо разблокировать Как угодно, в общем Я выбрал себе Конечно же, старый добрый пин-код Четыре циферки вводишь и все, бах Первая претензия у меня к этому Вторая претензия, я уже говорил Немножко вот эти скругленные края Они очень красиво выглядят Прям надо включить его, чтобы было все красивенько Все очень красиво выглядит Прям фокусировка Вот Выглядит все очень красиво Совершенно футуристично Берешь в руки этого красавца И у тебя прям Я уже говорю, я два месяца им пользуюсь Ну, полтора может быть где-то И каждый раз, беря его в руки Когда его в руки берешь Беря, не знаю, есть слово, постоянно его употребляю Когда берешь в руки Ощущение радости Каждый раз, как заново Берешь первый раз, типа О-о-о-о-о-о! Вот так оно не проходит, понимаете? Не знаю, как это Самсунг сделали Это просто офигенно Я говорю, я Не вызывает никаких эмоций положительных Вот раньше Айфоны, они хотя бы в руку Берешь, положительные эмоции вызывали Сейчас новый Айфон Это неудобный В руке Непропорциональный Какой-то кирпич непонятные. В общем, это просто божественно. Samsung, конечно, гонится за Apple в ценах. Вот в этом плане, конечно, плохо. У них есть не флагманские модели, это же, конечно же, флагман. Чехлы. Сам аппарат дорогой. Чехлы к нему тоже в магазине самсунговские дорогие. Силиконовый чехол для этого телефона стоит в магазине полторы тысячи рублей. Что? Силиконовый чехол полторы тысячи рублей. Причем, выглядит эта штука вообще не эффектна. Она прозрачная. Есть прозрачная, есть непрозрачная. И вот Яку с Алиэкспресс заказал 200 рублей. Чехол просто бомба! Это аааа! Я вот так вот его... Он плотный, силиконовый. Он не увеличивает практически телефон в размерах. И тем не менее здесь миллиметра два, наверное, толщина его есть. Но он такой плотный, что приятность после этого чехла. Он еще стал красивее. Посмотрите на него. Посмотрите. У меня еще один такой же чехол придет скоро. Тоже там за 150 рублей купил. Там тоже мраморная вот эта штука будет. Ну с ума сойти красиво как! Ложные срабатывания без чехла бывают. Иногда вот здесь нажимается что-то, когда открыт. Потому что ты его юзаешь, прямо у тебя пальцы еще заходят сюда. Из-за того, что он скруглен, иногда что-то там пытается у тебя нажиматься. В чехле вообще все прекрасно. Все замечательно. Разблокировка по лицу, по отпечатку пальцев так себе работает. И края вот эти ложные нажатия, которые решаются с чехлом силиконовым. Все! В остальном это просто бомба! Самое, знаете, что интересное? Мне, как человеку, которому, ну, видео нужно, он еще и звук с камеры пишет идеально. Мы слышали в тестах. Самое интересное, мне, как музыканту, очень важно наличие хорошего диктофона. И здесь он просто с ума сойти. Здесь выбор диктофона, я просто не могу. Это просто какое-то... Здесь можно записать преобразование до 10 минут устной речи в текст. Как вам такое? Раньше студентам это просто было... Ты сидишь, строчишь. А здесь вот ты просто говоришь, и он тебе тут же в буковке твои слова в буковке переводит. И потом эти буковки ты скидываешь себе куда-то на облако. И там, облако mail.ru. И все, скачиваешь текстовой документ, у тебя готовый текст. Сегодня мы пойдем со своей девушкой в магазин за покупками. Ведь Новый год уже на носу, и нужно выбирать подарки. Этим мы сегодня и займемся. Люблю тебя, Самсунг! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok сегодня мы пойдем со своей девушкой в магазин за покупками. То есть набор текста, с ума сойти, просто это, ну, куда это вообще? И ты можешь скинуть потом голос один, можешь скинуть текст один, можешь текст с голосом скинуть, неважно. Вот настолько просто круто. Есть интервью. Интервью мне просто, как блогеру, видеографу, это тоже где-то интервью, а когда-то где-то буду брать. То есть микрофон начинает брать не все звуки вокруг микрофона, которые там спереди, сзади, сбоку, снизу, сверху, а вот так вот. Ты располагаешь микрофон, как дуть сидит иногда, знаете, с телефоном со своим. Вот. И звук пишется у тебя на камеру, и плюсом еще, на всякий случай, он пишется у тебя вот с этой стороны и с этой стороны. То есть вот справа и слева он уже звуки не берет. Просто бомба. И стандартный есть. Стандартный тоже он, ну, берет все звуки вокруг. Это просто с ума сойти. Я настолько каждой функцией здесь восхищаюсь просто. Это так удобно. И вот я ненавижу Apple. Я пересел наконец-то на Android, на котором круто снимает камера, круто пишет звук. И плюсом при этом остальное все здесь работает просто с ума сойти. 8 гигабайт оперативки. У кого-то на компьютере столько нет. У меня знакомый, у кого по 8 гигабайт оперативки стоит на компьютере. Здесь оперативка 8 гигов. 128 гигабайт память встроена и ее вот так вот в принципе хватает. Сумасшедший, самый красивый дисплей из всех, которых просто видел. Он просто божественный. Можно там красивость добавить. Я и поставил естественный. Просто чтобы это было охеренно. В общем, это самое после Canon, это самое, ну, одновременно даже с моей камерой Canon, это настолько же я доволен покупкой вот этой. Просто, ну, с ума сойти. Звук из динамиков. О, боги! Их два здесь. Это ж я не сказал. Тоже музычку слушай. Бах! Музыка шикарно просто воспроизводится. А! Ты вот так вот сидишь и... Это прекрасно. Это прекрасно. Звук здесь меняется. Здесь есть режим звука, который еще делает его объемнее как-то. Но этой функцией не пользуюсь, потому что мне камера самая главная. Звук и все вот это. Игрушки все сами, вы понимаете, эта бандура будет тянуть на ультра настройках. Все какие только можно. Еще один маленький недостаток. Это AMOLED дисплей. Все AMOLED дисплеи у нас с шимом идут. Это мерцание. Это устанавливаешь приложение, которое называется OLED Saver. У меня оно вот так вот выглядит. Вот. Зелененькое приложение. Устанавливаешь его и с помощью него у вас мерцание перестает случаться. Сразу оговорюсь, что на глаз мерцание этого не заметно. Только если навести другую камеру на свой дисплей, тогда мерцание появляется. Особенно оно проявляется на слабых настройках яркости. То есть яркость вы убавляете, мерцание начинает фигачить. После установки этого приложения при любой силе яркости у вас дисплей не мерцает. Все. Больше никаких вопросов нет у меня к этому телефону. Ты мой сладенький. Пару слов о ценах. Этот флагман появился изначально в магазинах за 76 тысяч рублей. И у Samsung всегда очень много интересных акций и скидок. Я попал сразу на 3. Акции, это, трейд-ин. Там плюсом есть просто скидка. Есть скидка принести свое устройство. И есть скидка, там у них можно старые вещи свои, там, девайсы приносить. Если не в перечень девайсов ходят, старых, которые там, ну, у Samsung есть свой перечень, которые можно сдавать. Можете просто рюкзак принести, старых девайсов. И это все будет вычитаться из стоимости этого смартфона. Новенький он без всяких скидок стоит 76 тысяч рублей. На 2 года я взял в рассрочку. В общем, этот телефон в рассрочку стоил бы мне 52 тысячи рублей. При всем при этом уже до 76 до 52 тысяч рублей скидка была сумасшедшая. При всем при этом мне дали вот такой вот пауэрбанк, который стоит 4 тысячи рублей. Оригинальный Samsung'овский пауэрбанк на 10 тысяч миллиампер часов. 4 тысячи рублей. Мне его дали, если я буду платить все 2 года, то он мне так и обойдется. 4 тысячи рублей. То есть 52 тысячи, это 4 тысячи, там 56 тысяч почти вот эти 2 товарища. Если я за год отдаю рассрочку за телефон, вот этот товарищ мне бесплатно заходит. Уже неплохо. 4 тысячи плюс. Ну и нужно ли говорить, что телефон можно заряжать без проводов. Просто кладешь его вот на этот пауэрбанк, бах, и у тебя пошел зарядец. Все, привет. Просто положил его куда-то, может быть, даже, я не знаю, в сумку, резинкой для волос сделал и идешь пока куда-нибудь, он у тебя заряжается. Все, не надо никаких проводов. Прямо в дороге. Прямо бах и все. Идеально. Но самое интересное, знаете что? Я внес за него 10 тысяч рублей и посмотрел остатки, сколько там нужно будет еще вносить. И если я в следующий месяц вношу за него всю сумму, то у меня будет 40 тысяч 300 рублей. Плюсом эти 10 тысяч, которые я уже заплатил, это 50 тысяч 300 рублей. На 2 практически тысячи дешевле еще, чем я в рассрочку бы за него отдал. Причем он и без рассрочки стоил 52 тысячи рублей. И в рассрочку 52 тысячи рублей. То есть никаких процентов там бы не набегало. Но так как я отдаю за 2 месяца, а я в принципе уже накопил, чтобы внести за него всю сумму и отдам, наверное, туда все это дело, естественно, чтобы еще сэкономить. То получается, что этот красавец у меня за 50 тысяч рублей, плюс 300 еще, 50 тысяч 300 рублей, этот красавец и пауэрбанк на 10 тысяч миллиампер часов мне просто залетает. Бам! Я просто счастлив. Я доволен. Ненавижу Apple. Обожаю Samsung. Android forever. С вами был Сокол истинный маг. Да пребудет с вами сила. Покупайте только качественные вещи, а не много маленьких и дешевых. Ведь они будут радовать вас каждый день. Да пребудет с вами сила, друзья мои. Пока! Никогда не было такой радости. Вот он просто идеальный смартфон. Дисплей водопада, кстати, говнище полное. Никогда не берите себе их. Очень доволен смартфоном. Всем рекомендую к покупке, кто хочет себе приобрести хорошего друга в видеосъемке. Ну и фотографии, естественно, бомбит этот же флагман. Корея, южная, Северная Корея плохо. Не мерзните, покупайте хорошие вещи и до новых встреч!